Многоточие 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 Будь я на твоем месте, я бы осталась Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты не на моем месте Катя знала, что, что Леша со Светловой Я тебя не имею Вы лучше подумайте, что будет с ансамблем, когда Светлова отстранят Я правда могу отстранить Помните, как сбежал Годунов в семьдесят девятом? Что было с руководителем балетной трубки? А с нами что будет? Мне кажется, что нас уже ждут в аэропорту А мы тут причем вообще ничего не знаем Да я не знаю Вот это и будут выяснять Даже если нас уже не распустят Ну, на худой конец мы всегда можем пойти к Евсееву Ну, Евсеева тоже в ансамбле резиновый В любом случае, мне кажется Мне кажется, что все будет зависеть от того Какое решение я не приму по поводу Светлова Угу Не будет Светлова, не будет и Березки Ребят, давайте потише, а? Все, спать Доля Толя Скажи, что будет дальше? Толя Начнется следствие Шестьдесят четвертой стенки я измена покиню Ну, какая измена? Алексей, он не военный. Он не знает никаких секретов. Он попросил политическое убежище. Он отказался от советского гражданства. Это измена Родины. А что нам грозит? Березка ни при чем, никто не знал. Это и будут выяснять. Толя, а что будет с тобой? Так, ну и где КГБ? Сейчас всех на рубянку повезут. Угу. Сразу на расстрел. Третья Викторовна, я прошу. Надежда Петровна. Здравствуйте. Всю жизнь мечтал познакомиться с вами лично. Ну, дадите автограф. Тут никто не поверит. Аркадий. Да. Спасибо. Отойдем? Угу. Ну, а что ты ожидал, Толя? Что я из одного придурка-перебежчика сюда мрицы нагоню, а потом себе в кутушку? Времена уже не те, Толя. Не те. Надежда Петровна, а что теперь будет? Дорогие мои артисты, я бы хотела сказать, что все будет хорошо, но я не знаю. С каждой в отдельности поговорим потом. А сейчас я хочу послужить тебя. Получайте багаж и по домам. А сейчас я хочу послужить тебя. Продолжение следует... 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 Ну, я уже не уверена, что была для Лёши близким человеком. Мне-то он не доверился. Подожди, ну, какие тебе еще нужны доказательства? Он тебя ждет. Нет, Саш, не надо приезжать. Да и некуда. Я съезжаю с квартиры Алексея. Не могу там больше оставаться. Ну, поживу пока в общежитии. Саш, бери папу, поезжайте в Крым. Там, говорят, воздух полезный. Денег я дам. Да куда мне? Ну, у меня есть все. Нам столько с Лёшей подарили на свадьбу. В общем, поезжайте, а я к вам приеду, когда у меня будет отпуск. Да, да, деньги пришлю. Люблю тебя очень и папу. Скоро вам я еще позвоню. Да, конечно, такой скандал прямо накануне открытия игры Доброй Воли. Послушай, здесь судьба ребенка решается, а он про политику. Мам, при чем здесь моя судьба? У меня все хорошо. Вот у Вари вся жизнь под откос. Ну, вот это плохо. Это ей жалко девочку. Просто жалко. Но это хорошо. Это нам на руку. Ты можешь занять ее место. А, то есть ты считаешь, что я должна воспользоваться ее плохой ситуацией? Ну, конечно, воспользоваться. А как не воспользоваться ситуацией? Ну, не смеши. Ну, по-моему, ты сейчас перегибаешь. Мама, это неправильно. Это аморально. Детка моя, это жизнь. Не ты же сделала Варе плохо. Не ты. Ты можешь стать солисткой ансамбля «Березка». Добрый вечер. До гастролей. Пытался связаться с ним? Я не знаю. А откуда вообще Алексей узнал об отце? Это надо спрашивать не у меня. А почему вы сказали своему сыну к твоему отцу? Странный вопрос. Ну, вы все эти гуды скрывали правду от него. Почему вы сказали ему об этом перед гастролями? Это не связано с гастролями. Просто у нас был конфликт с ним на эту тему, и я хотела его устранить. Низа Петровна, а вы просили куратора «Березки» Анатолия Кожевникова устроить встречу между Алексеем Покровским и его отцом? Нет. Я была против. Вы говорите своему сыну, кто его отец, и не хотите, чтобы они встретились? Почему? Просто мне казалось, что я тогда могу потерять его. А вы одобряете поступок Покровского? Нет. А Побеков? Михаила Барышникова? А кто это? Ну, это же было очень давно. При чем тут это? Ну, вы же следите за его карьерой. По-вашему, Барышников правильно поступил? Время показало, что у него все сложилось довольно удачно. То есть, по-вашему, мнение о побеге Покровского у вас сложится тогда, когда будет понятна его судьба в Соединенных Штатах Америки? Вы меня специально запутываете? Какой ответ вам нужен? Честный. Нет же, я вам уже говорила. Он бросил Варю. Бросил Светлову. Нас всех бросил. А Варвара Горшкова ваша близкая подруга? Да. Она мне случайно не сказала, почему не осталась с Алексеем в Соединенных Штатах Америки. Да она не бросит Березку. Ну, а почему вы расстались с Алексеем Покровским? Он какое-то отношение имеет к делу. Прямое. Алексей был счастлив с Варей. А ревновали Алексея Покровского? Нет. С Лешей все в прошлом. Я искренне была за них рада. Как вы относитесь к побегу Алексея Покровского? Я считаю, что он прав. Многие на его месте сделали бы то же самое. И вы? Нет, конечно. Я люблю свою родину. Вы понимаете, что подобное поведение может поставить креста вашей карьере? И это могу сделать я. Прямо здесь и сейчас. Если бы вы хотели сделать это серьезно, вы бы не говорили об этом. Ну да, вы правы. Времена уже не те. Ограничимся профилактической беседой. Так все дело в этом? Или вы снисходительны ко мне, потому что я вам нравлюсь? ЧИКИ БОГАДИОСИЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А если бы у вас сейчас была такая возможность? Остаться с ним. Вы бы остались? Нет. Вы бы хотели еще раз увидеть своего мужа? Каким образом? У нас есть информация, что Алексей Покровский, его отец, заявленный американской стороной, как гости на телемост Ленинград-Бостон, который состоится 28 июня. Вы и Варвара Горшкова будете участвовать в этом телемосте. Вы не можете просить нас об этом. Надежда Петровна, а мы вас и не просим. Чего вы от нас хотите? Мы должны продемонстрировать всем, что побег Алексея Покровского не такое уж и значимое событие. Что вы не жалеете его поступки. Понимаете меня? Отлично. Да, и еще запомните, пожалуйста, что телемост в Штатах будет идти в прямом эфире. Поэтому, если вы захотите сказать что-то другое, это может иметь для вас, и не только для вас, для Березки, огромные последствия. За последние дни я много раз слышала об этом. Вы боитесь? Чего? Ваших эмоций. Надя, я не могу до тебя дозвониться. А я надеялась, что ты уже на Дальнем Востоке. Поехали. Здравствуй, Катя. Уходи. У меня хорошие новости. Допросов больше не будет. Ты пришел, чтобы сообщить мне это? Ты знаешь, зачем я пришел? Я тогда сказал, не подумав, позволь мне все исправить. Ты зря теряешь время. Катя, я люблю тебя. Когда люди говорят, не подумав, они часто говорят то, что думают на самом деле. Один раз я тебе уже поверила. Второго не будет. Пожалуйста, больше никогда сюда не приходи. Мы уверены, что поступок Алексея Покровского был очередной провокацией со стороны США, чтобы дискредитировать нашу страну. И ансамбль «Березка» был выбран не случайно. Но мы не пошли на эту провокацию. Березка танцевала и будет танцевать народные танцы для нашего общества. Сразу после телемоста у «Березки» будет большой концерт в Ленинграде. Пожалуйста, покажите зрителям те американские гастроли. На полную мощь, на полную катушку. Заранее благодарю. Дорогие мои артисты, я рада снова всех видеть в стенах «Березки». Наконец-то мы можем начать полноценные репетиции. Нам предстоит большой концерт в Ленинграде. Показываем американскую программу. Начнем с самого начала. Алексей и Варя на середину. Простите. Денис. Денис. КОНЕЦ Милая моя, только сейчас я осознала, насколько ты мне дорога. Ты именно тот человек, с которым я готов пройти свой жизненный путь до конца. Что ты именно та, с кем мне хочется воспитывать наших детей. Варя, люблю тебя. Жду тебя, твой Леша. Варя, может быть, тебе на дублёршу заменить? Нет, просто голова закрошилась. Я готова продолжать. Продолжаем. Варя, тебе нужно отдохнуть. После концерта в Ленинграде попросил у Светлова отпуск. Ты правда думаешь, что это что-то изменит? Просто нужно перестать винить себя в том, что уже произошло. Я не могу, Лен. Я столько раз вспоминала Лешу в аэропорту. Скажи, а ты бы осталась с Володей, если бы он... Я бы осталась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, что вы его ждете Он вас послушает Пожалуйста, я не могу без него жить Я гибну, Надежда Петровна Алекс, у меня к тебе просьба Твоя жена и мать, скорее всего, будут уговаривать тебя Одуматься и вернуться в СССР Постарайся вежливо, без эмоций Объяснить им, почему ты остаешься Я понимаю, отец Помни Наша главная задача на этом телемосте Твоя реклама Поблисити Телемост будет смотреться Америка Это хороший старт для твоей карьеры здесь Ты это говорил Я хочу, чтобы ты постоянно держал это в своей голове Фокусируйся на этом Ты должен понравиться американцам А для них очень важны твои отношения с семьей От этого здесь зависит твоя репутация Скажи, что ты любишь свою семью И жалеешь, что они не с тобой Но я не могу вернуться Да Я не буду его ни о чем просить Почему? Я всегда выбирала за Алексея А теперь я хочу принять его выбор Каким бы он ни был Он сам решил свою судьбу И я не намерена ему мешать А мне как жить? Остановите машину Здесь Мистер Покровский, как ваши дела? Ты готов? Да Я очень сожалею, но ваша жена и мать не успевают на телемост Что вы имеете в виду? Мы не знаем Руководство канала приняло решение о нецелесообразности вашего участия в телемосте Спасибо, что приехали Извините, но на этом все Полный зал А мы задерживаем уже на 7 минут Где Ваня? Я здесь Ну, наконец-то У тебя почему не было на телемосте? Володь, сейчас я здесь Мы можем уже начинать Можем где Светлова? Не знаю, знать не хочу Все, ясно Девчонки, на сцену На сцену Все на сцену Девочки, главное улыбайтесь Давай, давай, давай Лен, неплохо Сейчас упаду Варь, держись Варька, держись Нормально Чего это? Что происходит? Варька, держись Варька, держись Варька, держись Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нормально. А я где? В больнице. Варя. Варя, ты упала со сцены, помнишь? В общем-то, я упала и сломала ногу. Тебе сделали операцию и у тебя сотрясение, Варя. Варя. А когда выпишут? Я не знаю. Варя, мне в березку надо. Слушай, тут такое дело, хирург собирал твою ногу буквально по косточкам. И неизвестно, будешь ли это нормально ходить. А танцевать? Ну, если только танец живота. Уж ты, прялица, кокорица моя, Золотую краской выкрашу тебя. Буду прясть-то попрягывать, По беседушкам покаживать. Золотой уже три дня нет. Может быть, стоит в милицию обратиться? Думаешь, она на Семарокинова жила? Ну, мало ли, всякое бывает. Может быть, она не подержала? Ну, кто-то не справится, Она переживет. Оп, спасибо. Фомичева, там, сколько можно болтать? У вас что, есть дела по важнее репетиции? Плохо. Еще раз сначала, приготовились. Простите. Простите, что прерываю, Но сегодня утром Светлова Написала заявление об увольнении. Коллектива оставила письмо, Просила, чтобы все прочитали. Дорогие мои артисты, Я много размышляла в последние дни, И пришла к неутешительному выводу. Более я не вижу себя руководителем Березки. Я не имею морального права Оставаться вашим наставником. Я много вложила в вас, Многому научила. Это дает мне основания полагать, Что Березка не сломается И выстоит перед любыми испытаниями. Продолжайте танцевать. Вы сильны своим единством. Прощайте. Спасибо вам за все. Ваша Светлова. Где она? Ехала из Москвы. Что получается, у нас теперь нет худрука? Получается, что так. И что нам делать? Если бы я знала. А я знаю. Работать. Работать. Здравствуй, Нина. Ой, здравствуй, Толь. Надя здесь? Нет, у меня нет ее. Мне очень нужно ее увидеть. Поговорить можно. Ну, я не знаю, где она. Но если она тебя не хочет видеть, так оно так и будет. Ты же знаешь ее. Я улетаю на Дальний Восток, не знаю, на сколько. Вот мой адрес и рабочий телефон. Если она объявится, ну, напишет, позвонит, сообщи мне. Конечно, конечно. Ладно. Спасибо. Сейчас я уеду. Ну, давай. Катя. Вы хотели меня видеть, Юрий Андреевич? С тех пор, как мы не вместе, постоянно испытываю потребности. Так как Светлова сняла с себя полномочия худрака-березки, то министерство одобрило мою кандидатуру. Предлагаю тебе занять ее место. Я не вижу березку без Светловой. А я вижу с тобой. Я ухожу из березки. Это что, шутка? Нет. 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 Могу я поинтересоваться, куда? Пока не решила. Но там я больше оставаться не могу. Кончательное решение? Да. Хорошо. Молин Руш прислал для вас контракт для тебя и Риналя. Предлагает вам участвовать в новом шоу. Это шутка? Вот контракт и письмо. Я согласна. У тебя все в порядке? Да, у меня все отлично. Даже не прочитаешь условия? А меня все устраивает. Бежишь от меня? Слишком много чести. Поступай, как знаешь. Я позвоню воверху. Подготовлю документы на выезд. Спасибо. Юрий Андреевич, вот такая вот ерунда. Так как Петр Нилович ушел с поста министра культуры, а нового пока не назначили, этим делом занимаюсь я. Каким делом? Ну, как? По вашей вине мы потеряли великолепного руководителя ансамбля. Андрей Михайлович, разве мы не хотели… Мы не хотели. Ну, она сама подписала заявку… Всего доброго, Юрий Андреевич. Андрей Михайлович, вы меня извините, но это мой кабинет. Уже нет. Андрей Михайлович… Приказ о вашем увольнении лежит в отделе кадров. Я его уже подписал. До свидания. Здравствуйте. Юрий Андреевич, мы договаривались о встрече… Это уже не ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотели? Мне, что можно сказать? Меня зовут Эдита Там. Я солистка «Березки». Я готова стать руководителем коллектива. О, как? Не слишком, блин, молодой для такой должности. Гайдар командовал полком, когда ему было четырнадцать. Нерунда. Гайдар был адъютантом командира, а потом начальником узла связи. Ну, ведь начальником же. Я справлюсь. Я хорошо знаю коллектив. Коллектив знает меня. У меня есть все задатки, чтобы стать хорошим руководителем. Профессионализм, целеустремленность, воля. И самоуверенность. Правильно? Я хорошо знаю себе цену, поэтому и пришла. Ладно, ладно. Хорошо. Мы рассмотрим вашу кандидатуру. Спасибо. Простите, Эдита... Там. Две М в конце. Я сплюсь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Валька! Алиса, не смею ногу! Здрасте! Алешка! Ой, ты господи! Сколько мы не виделись-то! Боже, как вы! Ой, как ты? Ой, да я хромая. Да ладно, молодая, заживет, как на собаке. Ну, дай бог, как вы? Ой, мы никак. Репетиций мало, гастролей нет. За границу на три года запрет. В общем, с девчонками сидим, в костюмерный пассианс раскладываем. Ой. Светлова нет, секрет утерян. Какой секрет? Ты не знаешь? Нет. Об этом никто не знает. Даже Светлова не знает. Я одна знаю. В чем сила березки? В чем? Чистота, достоинство и лад. Только ты никому не говори, поняла? Я кому-то скажу. Лариса, ну бьё ты там! Иду! Проходи вечером чай пить. Обязательно. Бегу! Ой, кто пришел? Смотри, смотри, кто пришел. Как нога? Здрасте. Привет. Ничего. Заживай. В журнале «Наука и жизнь» была хорошая статья о том, как правильно и быстро укрепить свои мышцы после травм. Хорошая статья. Принести. Давай, я быстро. Спасибо, Аркаш, за помощь. Не подведи меня. Я с тебя поручился. Так. Ни за что. Спасибо. Все. Иди на работу, руководитель. Плохо опозовь первый же день. Эх, Варядя, как я вижу, мои туфли еще не скоро тебе пригодятся. Не скоро, дядя Роман. Варя. Дита. Горшкова, рада тебя видеть. Я тоже. Прости. В гости пришла? Да, как-то заклянула. Все знакомые все знакомые. Ничего не узнают. Ну да. Времена нынче трудные. Ну да. Ничего. Мы все исправим. С сегодняшнего дня я новый руководитель «Березки». Поздравляю. Так что выздоравливай и возвращайся. Ты мне еще понадобишься. Я все твои туфли сохраню. Ты еще вернешься. Теперь я вряд ли сюда вернусь. Далеко, только знать бы мне, где оно где. Отражается солнце в воде, и без крыльев умеют летать. Далеко распускаются утром цветы, и спешат исполняться мечты, и до счастья рукою подать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok